всем привет друзья вы на канале воин и тут только самые свежие и интересные новости из мира бокса и ммэй выпуске на канале выходит каждый день и без рекламы всем приятного просмотра погнали в городе параматра австралия претендент на титул в первом среднем весе тимзю уверенно защитил поиск WBO Global в первом среднем весе одержав победу над Боуэном Морганом все завершилось в первом же раунде Морган дважды отправился на канвас и после второго падения все было кончено ожидается что в первой половине 2021 года дзю поборется за титул WBO в первом среднем весе вот так вот заканчивается бои должны заканчиваться Тимоха поздравляю супер бой супер завершение атаки смат лови молодчинка все сделал правильно мудро мы победили ждем следующего боя в главном событии вечера бокса в астане айдос ирбасу нулой победил ганса и сусомира бой завершился в третьем раунде ирбасу нулой активно начал встречу поддавливая соперника работавшего преимущественно вторым номером если первые два раунда ганец перенес стойка то в третьем прилично на пропускал вследствие чего оказался в нокдауне и не смог продолжать поединок победы айдоса техническим нокаутом геннадий головки на пресс-конференции перед боем с камилом шереметы рассказал о предстоящем поединке для меня конечно это большой шанс оставить большой след в истории в истории бокса я очень благодарен всем тем кто организовал этот вечер то есть это и до зоны мальшом и и конечно тем шереметы то есть без без него у нас бы ничего не получилось я думаю нас ждет прекрасная прекрасный вечер прекрасный бой конечно очень горжусь тем то что я подошел именно на я вышел на этот уровень то что у меня будет возможность подраться и побить рекорд который продержался уже долгое время для каждого спортсмена я надеюсь это большое достижение побить вообще установить новый рекорд так что я действительно на в шаге от своей от своей мечты можно так сказать от своего желания сейчас мы действительно уже наверное понимаем на сто процентов мы провели отличный сбор в горах правильно заверши завершили весь сбор здесь внизу то есть во флориде хотел бы пола по поблагодарить наверное этот штат флорида который предоставил такую возможность здесь провести заказ окончательную часть нашего сбора я думаю мы будем лучшие в эту пятницу и покажем свою лучшую версию потому что уже долгое время мы не выходили на бокс уже пора возвращаться конечно конечно я отношусь к этому очень серьезно я понимаю ту ситуацию в которой я нахожусь я постараюсь обязательно показать лучшую версию себя и как я всегда говорил большая драматическое шоу она будет присутствовать я думаю в пятницу потому что у нас было довольно много времени подготовиться отлично и я думаю это будет действительно лучшее в этом году также геннадий головкин ответил на дерзкое заявление промоутера оскара далахо и свой адрес геннадий убежден что для 47-летнего оскара бой с ним закончился бы более чем плачевно вы знаете оскара знаете какой у него грязный рот все что связано с геннадием головкином для него кошмар он может говорить что угодно но позвольте мне сказать следующее если бы у меня была возможность закону убить человека в ринге я бы ею воспользовался цитирует геннадия bjpn.com промоутер александр красюк сообщил что энтони джошуа обязан пройти защиту пояса дабл-бео с александром усиком из-за положения украинца прошло достаточно времени с тех пор как усик был объявлен обязательным претендентом на титул дабл-бео в супер тяжелом весе это было 16 18 месяцев назад с тех пор много чего произошло во первых джошуа и руис проявили второй бой затем мы должны были подраться с айджеем но полев тоже стоял в очереди так что мы провели переговоры и усик согласился чтобы сначала состоялся этот бой но при условии что он затем подерется с победителем это были не просто разговоры официальная позиция промоутеров и санкционирующих органов теперь франциска валькарсель требует выполнения обязательств я думаю что это справедливо обязательные защиты это то что помогает этому виду спорта быть честным если не будет обязательных претендентов то каждый сможет делать все что захочет чемпионы смогут драться с кем захотят и оставаться чемпионами годами обязательные претенденты помогают боксерам показывать насколько они хороши с позиции усика это то что должно произойти речь идет не только о хирне это также касается фрэнка уоррена и боба арома они все планируют устроить бой джошуа фюри и попытается попросить об освобождении от обязательной защиты но освобождение не будет без разрешения усика александр претендент и он будет принимать окончательное решение на данном этапе усик уверен своей позиции и хочет драться с джошуа в следующем бою на этой стадии усик не желает отступать дальше он хочет драться с айджеем это его позиция усик все проанализирует примет решение и скажет нам что делать промоутер эдди хирн сообщил что александр усик не помешает организации боя между энтони джошуа и тайсоном фьюри нам плевать мы освободим пояс если понадобится но мы сделаем все от нас зависящее чтобы этот бой был за звание абсолютного чемпиона это не проблема все этого хотят вы увидите этот бой в следующем году а на этом у меня все друзья обязательно пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом ваше мнение очень важно если видео вам понравилось то поддержите его своим бойцовским лайком это очень помогает в продвижении канала всем крепкого здоровья и увидимся завтра всем пока